СЕУЛЬСКОГО НАЦОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА Сегодня я буду говорить о самой злокачественной опухоли среди всех опухолей головного мозга — глиобластоми. Во-первых, уровень заболеваемости глиобластомой отличается на Западе и на Востоке. Согласно статистике Кореи, глиобластома составляет 5% среди всех видов опухолей головного мозга. Конечно, это самая большая доля среди злокачественных опухолей головного мозга. Но с точки зрения всех опухолей головного мозга, самой распространенной является менингиома. За ней следуют опухоли в области турецкого седла, такая как опухоль гипофиза и далее нейроэпителиальной опухоли. Сегодня поговорим о глиобластоме. Сравнение статистических данных Кореи и США указывает на то, что глиобластома составляет 0,87 случаев на 100 тысяч человек в Корее и 3,2 случая в Соединенных Штатах. Что говорит о низком показателе среди азиатов, включая Корею. То же самое и с другими глиомами. Однако, что касается менингиомы и опухоли гипофиза, показатели почти одинаковые. Означает ли это, что заболеваемость злокачественными опухолями головного мозга особенно низка только в Корее? Это вовсе не так. На данном рисунке представлены показатели заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга во всем мире. Вы можете заметить, что на Западе показатель заболеваемости высокий, а в азиатских странах, таких как Корея, Япония, Китай и Индия, очень низкий. Однако, точная причина, по которой показатель заболеваемости в Азии настолько низок, пока не установлена. На этой таблице представлена кривая выживаемости при глиобластоме. Общая выживаемость в больнице Сеульского национального университета составляет 14 месяцев. Кривая выживаемости в больнице Сеульского национального университета почти аналогична всем известной кривой выживаемости при глиобластоме. Двухлетняя выживаемость составляет 29%, трехлетняя — 18%, а пятилетняя выживаемость — около 10%. Из этого следует, что глиобластома — опухоль с весьма неблагоприятным прогнозом. Самым важным методом лечения глиобластомы является хирургическое вмешательство. В частности, выживаемость зависит от того, насколько хорошо опухоль удалена хирургическим путём. Обычно удаление этой зелёной части, повышенной контрастности, мы называем биопсией. Удаление менее 50% — частичной резекцией. Удаление большей части повышенной контрастности с остатком в 10% называем субтотальной резекцией. Почти полная резекция — это удаление всех частей с повышенной контрастностью, с остатком в виде небольшой точки. И полная резекция — это удаление всех элементов. Удаление всей части с повышенной контрастностью и прилегающей области, вызывающей подозрения, называется супратотальной резекцией. Подобная резекция возможна в определённых областях, таких как лобная доля, височная доля и другие. Для полной резекции глиобластома хирургическим путём в больнице Сеульского национального университета в основном используется метод операции под контролем флуоресцентного микроскопа с применением светочувствительного агента 5-ALA. Больница Сеульского национального университета начала применять этот метод с июля 2010 года, и на сегодняшний день количество проведённых операций насчитывает около 1200 случаев. Операция под контролем флуоресцентного микроскопа с применением светочувствительного агента 5-ALA показывает, что флуоресценция даёт положительную реакцию при глиоме четвёртой стадии и глиобластоме в более чем 90% случаев. При третьей стадии даёт положительную реакцию в 50%, а при первой или второй стадиях — 25% в случаях, что оказывает огромную помощь при резекции. Операция под контролем флуоресцентного микроскопа в больнице Сеульского национального университета позволила увеличить количество случаев с полной резекцией глиобластомы с 40% до 80%. На этом видео представлен пример проведения операции. В обычных условиях опухоль была плохо различима. Однако, благодаря флуоресцентному микроскопу с применением светочувствительного агента 5-ALA отчётливо видна красная область, в которой скоплены злокачественные клетки. Итак, после удаления этой области при контрольной проверке можно заметить зону, окрашенную в красный цвет, что указывает на остаточный элемент опухоли. Таким образом, полное удаление этой области позволит провести более эффективную операцию. При применении подобного способа операции с использованием обычного микроскопа количество случаев с полной резекцией, как правило, составило около 40%. Благодаря флуоресцентной диагностике с использованием агента 5-ALA общее количество случаев с полной резекцией увеличилось до 80%. Однако около 20% случаев не могли быть полностью удалены, несмотря на применение флуоресцентной диагностики с использованием 5-ALA. К подобным случаям, 20%, как показано в этом примере, относятся множественные опухоли, затрагивающие важные области и занимающие обширную площадь. Как бы детально не была удалена опухоль, полностью удалить ее невозможно. В этом случае можно провести только биопсию или частичную резекцию, что оказывает неблагоприятное влияние на выживаемость пациента. Кроме этого, наиболее распространенным методом, используемым в больнице Сеульского национального университета, в целях безопасности, сохранения функциональных способностей пациентов, является метод интероперационного электрофизиологического мониторинга. И самым часто используемым методом является MEP и SEP. Больница Сеульского национального университета имеет 13-летний опыт, начиная с 2008 года. Методы MEP и SEP используются в качестве рутинной практики. Мы проводим операции, следя за состоянием пациента, находящимся под общим наркозом посредством интероперационного мониторинга. На этом изображении представлен пример использования интероперационного мониторинга IOM с целью сохранения двигательной функции моторной коры. Таким образом, этот метод позволяет заранее определить с помощью ремешка, где находится моторная кора, и удалить опухоль с сохранением двигательной функции, продолжая мониторинг. Таким образом, можно полностью удалить опухоль. Ещё одна особенность заключается в том, что мы можем прикрепить красные линии на аспиратор для того, чтобы можно было удалить опухоль и продолжить дренирование. Таким образом, можно удалить опухоль, непрерывно отображая моторное волокно, а не кору. Поэтому при приближении к кортикоспинальному тракту раздаётся сигнал интероперационного мониторинга. Итак, когда я удаляю опухоль, я могу сказать, близко ли я нахожусь к двигательному нерву или далеко. Это является эффективным способом сохранения двигательной функции. Кроме того, как известно, контролировать речевую функцию под общей анестезией практически невозможно. Но в больнице Сеульского национального университета с помощью метода, называемого кортикокортикально вызыванный потенциал, CCAP, можно выполнить операцию, контролируя речевую функцию, даже под общей анестезией. С помощью кортикокортикального вызванного потенциала можно картировать дугообразный пучок, соединяющий два языковых центра — область Брока и область Верники, для того, чтобы понять, где находится речевой центр в состоянии общей анестезии и удалить опухоль. Для применения этих методов больница Сеульского национального университета использует широкий спектр различных протоколов МРТ, в частности, такие как изображения с диффузионным взвешиванием, изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости и перфузионные изображения. Помимо интероперационного мониторинга, в дополнение к такому интероперационному мониторингу применяется функциональное МРТ или DTI, которое помогает пациентам сохранить важные части языкового центра перед проведением операции. На видео представлен случай пациента с глиомой. Здесь вы можете увидеть пациента с диффузной опухолью в речевой зоне слева. С помощью функциональной МРТ мы обнаружили, где находится центр Брока и область Верники. DTI указал на зеленую часть дугообразного пучка. Мы предварительно отметили место, где он проходит. Это область Верники. Это область Брока. Таким образом, мы заранее знаем, где находится языковой центр. Проверяем с помощью CCEP, далее сохраняем эту область и удаляем опухоль. Таким образом, это весьма эффективный способ решить две задачи. Удалить большую часть опухоли и сохранить функцию. При проведении такой операции под такой глиомой, как внутриаксиальная опухоль, важно заранее определить местоположение и важные структуры органа. Мы выполнили 3D-реконструкцию этой МРТ и создали виртуальную 3D-модель, с помощью которой заранее определили местоположение опухоли, близлежащих кровеносных сосудов и важных структур органа. Разработали план операции в трёхмерном измерении, что помогло подготовиться к самой операции. В дополнение к виртуальной модели в больнице Сеульского национального университета используется метод, позволяющий с помощью 3D-печати создавать модель, идентичную настоящему мозгу. Модель мозга, создающаяся на 3D-принтере, прозрачная. Опухоль внутри мозга окрашивается в зелёный цвет, а окружающая область выделяется жёлтым цветом. Заранее созданную модель помещают рядом с пациентом при составлении плана операции, а также размещают в операционной для непосредственной помощи во время операции. На этом снимке представлена модель, размещенная рядом с пациентом. Это очень эффективный метод при планировании операции, поскольку он гораздо более наглядно понятен, нежели МРТ. В действительности, для того, чтобы применить это в клинической практике, важно то, как быстро мы сможем создавать подобные модели. Сначала мы регистрируем пациента, проводим МРТ, загружаем снимки МРТ в облако, а тем временем компания, занимающаяся 3D-печатью, и врач обсуждает, какая именно часть должна быть напечатана. После этого в течение четырёх дней модель печатают и доставляют в больницу, что является достаточно быстрым процессом, благодаря которому мы без особого труда применяем этот метод во время операции. Также подобная модель применяется для разъяснения информации опекунам пациентов ещё до операции. Статистика указывает на высокую удовлетворённость пациентов и их опекунов. Однако одним хирургическим вмешательством нельзя вылечить глиобластому. И, по имеющимся данным, средняя продолжительность жизни без операции составляет всего около двух месяцев. Конечно, в некоторых случаях люди доживают и до девяти месяцев, но в большинстве случаев они умирают в течение двух-трёх месяцев. В случае проведения операции без другого дополнительного лечения средняя продолжительность жизни составляет около четырёх месяцев, что говорит о продлении жизни всего на два месяца. Следовательно, несмотря на проведение удачной операции, существует необходимость в дополнительном лечении. Больница Сеульского национального университета традиционно применяет химиотерапию на основе ACNU и лучевую терапию. А также с 2005 года применяется протокол CCRT с использованием темозоламида, известного с недавнего времени в качестве стандартного метода лечения. Кроме того, Байвитезумаб также широко применяется в качестве химиотерапевтического средства второй линии. Обратите внимание на то, что кривая выживаемости при глиобластоме в больнице Сеульского национального университета после 2011 года указывает на улучшение показателей выживаемости. В частности, данные показали, что показатель выживаемости вырос в случае лечения с применением CCRT с темозоламидом. Однако в некоторых случаях CCRT с темозоламидом по стандартному протоколу требует проведения длительной лучевой терапии от 6 до 7 недель, что для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, может быть совсем нецелесообразным. Поэтому в случае с такими пациентами мы сокращаем период лучевой терапии примерно до 3 недель и увеличиваем дозу с 2GY до 3GY в день и применяем темозоламид с хайпа CCRT с целью повышения выживаемости. Таким образом, данный протокол может применяться для пациентов в тяжелом состоянии и пациентов в преклонном возрасте. При рецидиве глиобластомы мы, как правило, проводим повторную операцию. Однако только 20% случаев рецидива операбельны. Остальные 80% рецидива не подлежат операции и, следовательно, могут быть рассмотрены такие варианты, как химиотерапия или лучевая терапия. В случае с 20% от общего количества рецидива мы активно пытаемся вылечить с помощью повторной операции. Это практическая система баллов, которую мы используем, чтобы определить, в каких случаях возможна повторная операция. Мы присваиваем 0 или 1 балл, если МРТ указывает на поражение эпендимы, и 0 или 1 балл, если статус производительности KPS превышает или не превышает 70%. Если общий балл составил 0 баллов, настоятельно рекомендуется провести операцию. Если общий балл равный одному, означает необходимость дополнительного лучевого облучения или лекарственного лечения. При общей сумме, равной двум баллам, мы не рекомендуем проводить операцию. По этой бальной системе мы отбираем пациентов. Среди пациентов с рецидивом существуют случаи проведения повторной лучевой терапии. В больнице Сеульского национального университета относительно активно рекомендуется проведение лучевой терапии. В частности, данные указывают на то, что хирургическое вмешательство и лучевая терапия намного эффективнее, нежели только лучевая терапия. Поэтому в больнице Сеульского национального университета лучевая терапия после повторной операции является наиболее активно применяемым методом лечения. Кроме этого, с 2018 года в больнице Сеульского национального университета применяются NGS-панели для всех пациентов с опухолью головного мозга. Больница Сеульского национального университета разработала собственную панель, специализирующаяся на исследовании опухоли головного мозга с использованием 172 уникальных генов, которые используют для диагностики. Итак, мы проверяем всех пациентов на генетические мутации. И если обнаруживается конкретная цель, мы обсуждаем этот случай на междисциплинарной конференции при больнице Сеульского национального университета. На этой конференции принимают участие все отделения, включая нейрохирургию, онкологию, патологию, неврологию, радиологию и радиационную онкологию и другие отделения, чтобы увидеть пациентов, провести осмотр, обсудить диагнозы и принять решение о методе лечения. Пациенты, которые определены на эту конференцию, в настоящее время проходят клинические испытания, после которых пациенты с глиобластомой могут быть госпитализированы в больницу Сеульского национального университета. Пациентов с рецидивом активно включают в клинические исследования. Таким образом, на примере больницы Сеульского национального университета можно увидеть, что при активном лечении глиобластомы выживаемость 10% пациентов достигает 5 лет, что считается длительным периодом. Выживаемость более 3 лет при глиобластоме также считается длительным периодом. Итак, в случае глиобластомы показатель длительной выживаемости пациентов составляет 16%, а в больнице Сеульского национального университета этот показатель более 3 лет составляет около 18%. 10%. Таким образом, примерно каждый пятый человек может прожить более 3 лет и в целом около 10%. Один человек из 10 проживает более 5 лет с показателями, близкими к полному выздоровлению. на этом я завершаю лекцию о новейших знаниях в области лечения опухолей головного мозга, в частности глиобластомы, которые в настоящее время применяются в больнице Сеульского национального университета. Благодарю за внимание.